Угрожал взорвать себя гранаты. При рассмотрении дела в Приморском райсуде Одессы подозреваемый достал муляж гранаты, вынул чеку и заявил, что взорвет себя, если его требования не будут выполнены. В помещении вместе с ним находились, в частности, двое судей и старший конвоир. К счастью, никто не пострадал. Единственное мое требование, я требую справедливого судата и наказания лиц, виновных, в допущении, то, что здесь в данный момент происходит. Да. Прошу, пожалуйста, обратить на это внимание и максимальный репост. Мужчине инкриминируют убийство гражданина Израиля, совершенное в сентябре 2016 года. До сих пор он находился в СИЗО, откуда его и доставили в суд. Известно, что на заседании подозреваемому передали пакет с едой. Рядом с пищей лежала граната. Теперь с мужчиной будут работать психологи. Его переведут в изолятор временного содержания. Также открыто служебное расследование. Его цель – установить, каким образом взрывоопасный предмет попал в суд. Его будет тимчасово переведено до изолятора тимчасового тримания из СИЗО. Сьогодні будет открыто службовое расследование, за фактом, каким образом, вибухонебезпечный предмет або его муляж был принесен до суду. И кто саме надав кульок, из которого он и вытащил, кульок с продуктами, с хричами, звідки была вытащена оця граната. Сьогодні мы начнем эту работу. Достатньо камер видеоспостережения в зале, в которой уже видео выкачивается. И сегодня уже будет изучено. Обвиняемый просил о личной встрече с прокурором Одесской области. Мужчина требовал, чтобы его дело рассматривалось справедливо и в ускоренном темпе. Договориться все-таки удалось. После переговоров мужчина отдал гранату. У него есть несколько вопросов о собрании доказательств на этапе досудового следствия. И есть вопросы о проведении судового следствия. На радость этого привода мы провели. Как зазначил уже глава суду, зараз судовий розгляд будет проходить в безперервном режиме. То есть фактично каждый день или через день. За дерзкую выходку подсудимому грозят новые статьи. Предварительная квалификация инцидента, посягательство на жизнь судьи и угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Продолжение следует...